такое дупло а внутри вода привет с вами надежда на моем канале страничка надежды мы в лесу идем по национальному парку пробираемся через дебри дебри через дебри уже покушали в местном пабе кушали оставили бабушку с агафьей в мото доме потому что с ней с агафьей очень тяжело куда-то передвигаться очень тяжело мы пошли в горы поэтому мы ее оставили к сожалению но подрастет будет с нами путешествовать уже прям так по-настоящему понимаю я с телефона без стабилизатора поэтому картинка будет трястись вот так вот к сожалению у меня на телефоне очень мало батарейки тяжело это так путешествиях тяжело так путешествиях тяжело немножко путешествие заряжать телефон и на этом же телефоне монтировать и чтобы все батарейка была и чтоб место не забивалась на телефоне и монтировать скорее скорее потому что целый день путешествуешь потом еду готовишь в общем некогда сидеть монтировать все уже легли спать а я лежу и монтирую для вас видео я уже отстала хорошенько так ребята вперед куда-то ушли мы идем это по такой тропинке напоминаю что будет потом видео так хуя где они прошли то налево пошли они или наверх что-то я как-то их потеряла из виду что делать даже не знаю что делать хоть бы звук подали какой пойду налево надеюсь что не там хочу напомнить о том что я параллельно снимаю на свой новый фотоаппарат и будет потом будущем у меня видео сделаю обязательно про то как мы здесь путешествовали уже такое более качественное более полноценное на хорошую камеру вернула я налево но я что-то их не вижу я надеюсь что они сюда пошли честно говоря вон да слышу а вот вы где да конечно тропинки здесь одно название тропинок тут практически нет выломаны через дебри по корням верхушки деревьев какие деревья вон оттуда мы пришли помните чтобы вы заходили в инстаграм подписывались там у меня выходит красивые фотографии тех мест где мы в данный момент поэтому если хотите знать где мы сейчас заходите в инстаграм и там все увидите а теперь мы идем вниз вот такая дорожка то вверх то вниз не все это не дорожка это кто-то вытоптал просто по национальному парку ходили ходили вот и вытоптали абсолютно как просто стена по ответственности не идем до стабилизатором здесь конечно не очень упали деревья фотографирую по ходу но у меня на телефон немало остается зарядки поэтому думаю что это видео будет не длинным к сожалению мы потому что вышли и у меня делалось как раз монтировалась видео и вся зарядка улетела на него смотрите какие здесь красивые растения можно их купить в магазине цветочном я таки уже видела продают в горшках как гора из них слежа сейчас а как оборвешься оттуда вот воду вышли мы такую на такую полянку лесную вот такую здесь светло так хорошо прогнозом сегодня градусов 17 здесь тепло ветра нет дождик был немножко накрапывал в общем замечательная погода видите какое дерево изъедено всем чем только можно кто-то внизу грыз его и весь насквоз дырочках земля здесь такая как сказать пружинистая вся вот в этих вот штучках с деревьев шишечек шишечках смотрите какой мох красивый вышли на дорогу солнышко вышло такая вот красота вон оттуда пришли идем по дорожке река извивается ушли от большой широкой глубокой реки наверх куда-то и вас гор спускается вот такие вот ручьи берез вообще нет в этом силы в этих лесах наберем сейчас водички и отправимся дальше здесь глубоко как кушаем бананы яблоки в рюкзаке еще печенье слабджак получилось лишь у меня крышка у меня на вот крышка 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 нормальная водичка да прозрачная хорошая водичка идем дальше такая дорога из камней поели бананы яблочки подкрепились попили водички из из реки и двинулись дальше с левой стороны крутой обрыв внизу река а с правой стороны скала вот такая вот мне периодически пишут что природа англии очень похожа на природа россии природу россии не знаю так не так но наверное природа на вы примерно одинаково всех странах конечно в африке на другая чем чем в россии или в англии но все равно все эти горы леса наверно очень похожи я устала эти сейчас приедем с путешествия и у лёши зубной врач зубному врачу пойдем у нас уже за запись или как это на запись называется нужно ему будет лечить зубы как вы помните это проблема у нас так и осталось это разговору к бесплатной медицине так проблема у нас и осталось мы обратились частную клинику но об этом я расскажу в другом видео и в общем надеюсь все сделаем и сильные шумные водопады несколько скатные такие такое ощущение что мы где-то в парке юрского периода как из фильма вниз туда сплошная зеленая стена да а вниз туда уходит скалы и обрывы какие тут красивые места правда правда очень шумное место вода шумит наверное жить около такого водопаду тяжело природа красивая везде дубы и их войны а берез совсем нет вы к относительной цивилизации прошли фермерский дом но засняла я все это на камеру на другую у меня у камеры кончилась батарейка это с камерой 100 с телефона но два этих как бы видосъемки не буду смешивать потому что одно качество вот такой вот трясущийся а второе хорошее не смешивать это все вместе так сказать делать поэтому я отдельно сделаю два видео говорила уже об этом правда в общем и почти закончили наше путешествие идем в сторону людей такая дорога здесь выложена камнями причем смотрите как выложено даже мелкие камушки задействованы почему такая дорога между фермерским домом и рекой очень удобно по ней идти мое видео кончается надеюсь оно вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал заходите в инстаграм ну и всем пока с вами была надежда со своим семейством со своими путешествиями всем пока до новых встреч пашки пасутся свободным выпасом издалека выглядят как камуни какие-то белые белые камушки в траве а мы вышли на дорогу вон там домик фермера а дальше лес непроходимый идем по дороге будем дальше добираться до дому по дороге вот такой вот представляете овечки в англии вот так вот мало того что пасутся круглый год у них же нет вообще хищников никаких в англии нет волков вообще последнего последнего волка убили приблизительно 1840 что ли годах то есть волков здесь нет медведей нет хищников вообще нет у них другой стороны дороги пасутся вот такие белые быки смотрите абсолютно белые это видимо порода какая-то привет ребята какие же они красивые копыта мощные видимо мясные и мясная какая-то порода абсолютно белый пошел подальше скажи да ну тебе а нет это это что-то я не понимаю это же вроде бык но у него в имя есть что я не поняла ничего как может быть у быка быть вы имя а или это корова не могу понять но в имя у него есть овечье пастбище а здесь проходит такой ручеек чистая абсолютно водичка утекает в реку а течет она видимо где-то тут под землей проходит видимо там от гора впереди она видно оттуда откуда-то проходит по трубе под землей и вытекает в реку и получается и дорога есть и у пастбище есть вода у овечек то есть они могут сюда подойти в любое время в то же время у людей есть дорога и до паба местного красивого такого сейчас вам покажу если батарейка не кончится взяли по соку попить надя как всегда своем репертуаре уже попрощалась а видео продолжается сидим на улице пьем на такое красивое здание здесь и отель и пап и все на свете люди сидят отдыхают на улице